МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году Иркутск отмечает 355 лет с момента создания. Исторический центр города внесен даже в список наследия ЮНЕСКО. Обилие церквей, храмов и домов, сохраненных в своем первозданном состоянии, привлекает сюда туристов со всего мира. Туризм – одно из перспективных направлений развития региона. А зарубежным, да и российским туристам интересен как сам Иркутск, так и близкий к нему Байкал. Сегодня идут работы по строительству современной дороги до Листвянки, куда в выходные устремляется основная масса горожан и гостей города на Ангаре. Преображается и сам город. В Иркутск часто приезжают российские и иностранные туристы. Китайскую речь здесь можно услышать практически так же часто, как и русскую. Весь исторический центр города можно обойти пешком. Для удобства туристов проложен специальный зеленый маршрут, идя по которому можно увидеть все основные исторические объекты и памятники. Институт архитектуры и строительства организован в 2011 году на базе факультета архитектуры и факультета строительства и городского хозяйства. Включает в себя 11 кафедр архитектурно-строительного направления. Готовит специалистов по очной, заочной и ускоренной формам обучения. В институте действуют 12 профилей бакалавриата и 11 магистрских программ. Также здесь обучают в аспирантуре и докторантуре по 14 научным специальностям. Ведется переподготовка и повышение квалификации работников архитектурной и строительной сфер деятельности. Наш институт архитектуры и строительства – это самый большой институт в нашем национально-исследовательском университете. У нас по дневной форме обучается 1700 студентов. Практически по всем специальностям архитектурного направления, строительного направления. Строительное направление обучения – одно из самых старейших в Иркутске. Связь с алмаздобывающим регионом – теснейшая. Ведь именно иркутские выпускники проектировали, строили первые улицы и дома в Мирном. Да и город Мирный был построен во многом даже руками наших выпускников. Очень много работало наших выпускников, поскольку нашему институту 50 лет. Первые выпуски были и многие распределения получили в город Мирный. Строили этот город и очень хорошо отзываются и бывают у нас. Особенно из Иркутского института архитектуры и строительства в том, что здесь студентов обучают специальности с акцентом на крайний север. Ведь только здесь, на территории вечной мерзлоты, дома и сооружения строятся по системе свайного основания. Я всегда студентам говорю на севере, есть в медицине клятва Гиппократа. И в строительстве в северных условиях есть тоже клятва – не разморозь. Поэтому вот этого принципа поддерживаются все строители. Поэтому дома у вас на проветаемых сваях построены. И за домами обязательно надо следить, чтобы не разморозился грунт. Ну и, конечно же, суровые климатические условия. Это вопросы обеспечения комфортным проживанием, это обеспечение теплом, стабильным теплом зданием. И вот этим вещам мы обучаем наших студентов, ориентируя их как раз на ваши климатические условия. Промышленное строительство, так необходимое алмазному производству, в свое время стало основой для создания Иркутского института архитектуры и строительства. Оно у нас явилось основным первоначальным направлением. Специальность промышленное и гражданское строительство, она у нас базовая. То есть сначала эта специальность возникла. А из нее уже потом все остальные на сегодняшний день у нас 11 специальностей строительного профиля. То есть вот все они выросли из строительства объектов промышленности. Такая фундаментальная специальность. Это расчеты, это конструирование, это больших зданий, сложных промышленных объектов, сооружений, высотных зданий. Я надеюсь, что и у нас в городе Иркутске, и у вас когда-то начнут строить здания 50 и выше этажей. А это своя специфика, особенно в северных условиях. Строительные специальности непросты. Они сочетают в себе творчество художника со знанием точных фундаментальных наук – математики, физики, сопромата. Для получения навыков на практике работают лаборатории строительного института. Здесь изучается воздействие и сопротивление материалов, составы строительных смесей и многое другое. Лабораторное оборудование – современное и весьма дорогостоящее. То, что касается архитектурного направления, у нас ежегодно проходит зимний градостроительный университет, куда съезжается со всего мира примерно 42 стран. Самые лучшие архитекторы, профессора, аспиранты. И целый месяц здесь в командном режиме ребята работают проектами. И вот то, что у нас в Иркутске построено, набережная, 130-й квартал, если вы в нем были, очень много внесли в этот проект наши студенты. До Октябрьской революции Иркутск был купеческим городом, процветавшим в основном на российско-китайской торговле. Многие здания здесь были сохранены и до наших дней. Но, однако, в начале и середине 2000-х более 300 памятников исторического наследия было уничтожено. И вот в 2011 году здесь был реализован проект 130-й квартал, где были воссозданы купеческие дома 17-19 века. Отношения к новой застройке разные. Кому-то нравится новодел, кто-то не одобряет этот проект, но так или иначе отдохнуть, погулять и посидеть в кафе модного квартала приезжают многие. Здравствуйте. Сейчас можно, пожалуйста. Для поступления в институт абитуриентам необходимо пройти творческий конкурс. Наличие диплома художественной школы приветствуются, как и необходимые навыки. Если будущий студент не уверен в своих силах, при ВУЗе работают подготовительные курсы, благодаря которым гораздо легче пройти творческий экзамен. На архитектурное направление у нас четыре специальности. Это архитектурное проектирование, дизайн архитектурной среды, реконструкция, реставрация архитектурного наследия и градостроительства. Вот четыре таких направления с архитектурного блока. И везде, конечно же, творческий экзамен, рисунок, скульптура. Это обязательно. И достаточно большой конкурс. И экзамен этот проводим мы. Помимо того, что в школе физика, математика или обществоведение, здесь сдают наши студенты. Студенты, обучающиеся по целевому направлению, за время прохождения практики получают уникальные навыки и знания. Особенно везет тем, кто попадает на промышленные объекты. К таким студентам внимательно относятся будущие работодатели, рассматривая их как потенциальных специалистов своего предприятия. Многие, конечно, чувствуют ответственность, что за ними стоит предприятие, что они придут туда, на предприятие начнут работать. И руководители будут оценивать их знания, чему же мы вас, можно сказать, направили, чему вы научились. Я думаю, что очень большая ответственность со стороны студентов. Выпускники архитектурно-строительного направления не испытывают дефицита в работодателях. Дипломированный специалист, профиль которого промышленное проектирование и строительство, всегда оценился на рынке труда. Анометическую часть проекта я уже представлял. И, соответственно, сегодня я представляю планы и визуализации, и фотомакеты, соответственно, которые здесь. Профессия строителя самая, будем говорить, древняя, самая всегда востребована была и будет. Конечно же, это как наша экономика переживает какие-то этапы, то же самое переживает строительную отрасль. Но строительная отрасль всегда была локомотивом и всегда вытаскивала за собой экономику. Поэтому, вот сколько я работаю, никогда мы не испытывали какой-то дефицит в кадрах. Именно выпускники архитектурно-строительного института Ирниту внесли огромную лепту в создание нынешнего современного облика Иркутска. И в ближайшее время эти преображения продолжатся. Выпускники из Иркутска не только помогали строить город мирный. Пройдя геологическую подготовку, многие из них стояли у истоков открытия месторождений и создания горно-добывающей промышленности. И по сей день выпускников данного направления можно встретить практически на любом предприятии компании «Алроса». Институт недропользования обучает свыше полутора тысяч студентов дневной формы обучения на десяти кафедрах по семи направлениям. Их подготовкой занимаются более 130 преподавателей, в том числе 20 докторов наук, более 80 кандидатов наук, около 20 действительных членов и членов-корреспондентов Российской Академии наук и Академии горных наук. Все выпускники института имеют гарантированное трудоустройство. По основным специальностям горно-геологического профиля количество заявок от предприятий в несколько раз превышает выпуск инженеров. При поступлении должны учитывать, что востребованность наших выпускников очень большая. То есть вот геологи сейчас, ну раньше это все-таки была романтичная профессия, довольно-таки много шли в эту геологию. Сейчас уже смотрят на зарплату, что может зарплата невысокая, что трудности больше. Поэтому конкурс как бы на поступление-то упал, зато конкурс на приемную работу, то есть возрос. То есть на каждого выпускника у нас доходит до 5-7 заявок на человека. Естественно, мы уже геологами не обеспечиваем. На горный инженер тоже у нас, в думке, большое количество заявок. 2-3 заявки, 2-3 у нас человека есть. Притом заявки не только что где-то в регионе. Начиная от Кольска, то есть самых западных точек, Кольская горно-металлургическая компания с нами сотрудничает и берет выпускников. И заканчивая Магаданом, Чукоткой, компания Полиметалл, Норильск, Никель, ну и Алросы. То есть берут достаточно большое количество выпускников. Обучение студентам, в том числе и целевых из Якутии, проходит на примере действующих алмазбывающих фабрик, рудников и карьеров. Тем более, что опыт сотрудничества института, недропользования и Алроса насчитывает не один десяток лет. Основной аргумент, конечно, то, что мы этот регион, допустим, Якутию, знаем лучше гораздо, чем те вузы, которые находятся в центре. По крайней мере, я там около десятка раз был. И другие преподаватели. Мы проводим ночные советские работы для компаний, по заказам компании. И в ряде случаев объем достигает нескольких десятков, даже миллионов рублей ежегодный. Поэтому мы район знаем, знаем все месторождения, знаем проблемы. И при подготовке, конечно, студентов мы уже учитываем реальные условия. Ну и, соответственно, те ребята, которые даже уже закончили вуз и имеют возможность где-то продолжить обучение в других, они все равно выбирают наш институт. То есть многие руководители предприятий проходят переподготовку здесь. Особая гордость института недропользования – профессорско-преподавательский состав. Многие имена известны в научном геологическом мире. Остепененность у нас преподавательского состава в нашем институте более 80%. То есть доктора, кандидаты, наук, имеющие ученые степени, ученые звания. Далее у нас хорошая аудиторная база, которая, надо сказать, оборудуется за счет горных предприятий. То есть предприятия оказывают финансовую помощь, в том числе компания «Алроса» аудиторию оборудует, но и другие компании. Здесь есть и хорошая лабораторная база. Мы вот за последние пять лет лабораторную базу улучшили почти на миллиард с лишним рублей. То есть уникальное современное оборудование приобрели. Поэтому студенты, которые обучаются, они имеют возможность уже поработать на этом оборудовании, которого еще, может, даже нет на некоторых предприятиях, и, соответственно, уже использовать результаты своей работы для внедрения этого оборудования, для обучения других. Сотрудниками института с участием аспирантов и студентов выполняется большой объем научно-исследовательских и проектных работ по заказам предприятий «Восточная Сибирь» и «Дальнего Востока». Выпускники, благодаря таким заказам, еще во время учебы или написания дипломных работ принимают участие в разработке проектов для реального производства. Все дипломные работы, особенно связанные с регионом, разработки рассыпных месторождений «Алмазов» и рудных месторождений «Алмазов», то есть принимают участие, конечно, наши студенты и берут реальные условия. То есть эти дипломные проекты выполняются по заданию предприятия. И, соответственно, те результаты, которые получают, они после того, как возвращаются уже в ранги горных инженеров или геологов, они уже используют на производстве. Минералогический музей Иркутского государственного технического университета по богатству, разнообразию и представительности коллекции минералов, горных пород и полезных ископаемых в Восточной Сибири не имеют себе равных за Уралом. Еще к моменту создания горного института в 1930 году в его составе уже был небольшой минералогический музей бывшего политехникума. В создании музея принимали активное участие преподаватели и студенты геологического факультета. В 60-е годы музей Иркутского политехнического института стал достопримечательностью города, его неотъемлемым достоянием. Идея основателя музея Анатолия Сидорова создать на базе существующего Восточно-Сибирский музей минеральных богатств была поддержана и музею присвоили статус государственного. Музей основан в тот же год, когда и создавали наш ВУЗ. Его тогда назвали Сибирский горный институт, это был 1930 год. И при геологическом факультете, это был один из первых факультетов в нашем ВУЗе тогда, существует он до сих пор, только теперь он именуется институт недропользования. И был небольшой маленький музей, который за все эти 85 лет, уже 86 даже, достиг размеров по объему очень больших, но по выставочным площадям не такой уж большой. Вот один зал, небольшой, очень насыщенный, и представлено у нас примерно из 35 тысяч образцов минералов всего выставлено около трети. Богатейшие экспозиции музея собирались десятилетиями. Здесь представлены образцы минералов, которые добываются не только на территории Иркутской области, но и фактически всей Сибири. Мы, как и уральцы, богаты цветными камнями, но особенными, такие, которые нигде не встречаются. Вот единственное месторождение, ну с него начну, удивительного, красивого камня, чироита, который и в Якутии, вот тоже выходит на поверхность, и вот там именно сейчас добывают. Коллекция поделочных камней, чироита, нефрита, лазурита может вполне посоперничать с любой сокровищницей. Есть и совсем уникальные образцы, например, как этот полуторатонный образец нефриты из Южной Бурятии. Этот музей, можно сказать, является учебно-научной лабораторией. Студенты, начиная с первого курса, проходят здесь сначала ознакомительные экскурсии, а затем при необходимости могут проводить и научные исследования минералов. В составе музея есть и совершенно эксклюзивные экспозиции, благодаря которым студенты горно-геологического профиля на практике изучают свою будущую профессию. Ни одно промышленное предприятие не может успешно действовать без поддержки энергетического комплекса. Энергосистема Иркутской области – одна из крупнейших в Российской Федерации, но при этом с самой низкой стоимостью электроэнергии, что позволяет развиваться и другим сферам производства. Это, в свою очередь, позитивно сказывается на экономике всего региона в целом. Своим рождением энергетический факультет, ныне Институт энергетики, обязан бурному развитию промышленности Иркутской области. История его началась в 60-х. Общий контингент учащихся составляет более тысячи человек, 110 преподавателей, более 100 сотрудников учебно-вспомогательного персонала. Сегодня в состав Института входят 6 кафедр, 4 учебно-исследовательских и научно-образовательных центра, 4 учебно-исследовательских и 4 научно-исследовательских лаборатории, около 30 учебных лабораторий, 3 студенческих научно-исследовательских объединения, 2 малых инновационных предприятия. Наш Институт уже более 50 лет осуществляет подготовку по укрупненной группе специальностей, связанной с электро- и теплоэнергетикой. В эту укрупненную группу входит несколько профилей, для которых мы готовим специалистов, и которые востребованы не только у нас в регионе, но и за ее пределами. В рамках направления электроэнергетика и электротехника у нас реализуются 5 образовательных профилей. Это электрические станции системы и сети, электроснабжение, электропривод и автоматика, электрический транспорт и электроизоляционная кабельная и конденсаторная техника. В рамках направления теплоэнергетика и теплотехника традиционно востребованы у нас тепловые электрические станции и промышленная теплоэнергетика. Институт энергетики плотно сотрудничает со многими промышленными предприятиями в Иркутской области и за ее пределами. Прежде всего для акционерной компании «Алроса» наиболее востребованным профилем, и это подтверждается наличием целевых студентов, я бы назвал профиль электроснабжения. Этот профиль в настоящее время является преемником всем известной специальности электроснабжения, которую, я считаю, нам удалось сохранить и, во-первых, универсальной, и одновременно востребованной не только для промышленных предприятий нашего региона, но и, как уже сказал, за ее пределами. В соседнем с Иркутском Ленском районе Якутии развитие нефтегазового комплекса послужило и новому старту развитию энергетических предприятий. Теперь в специалистах данного направления заинтересованы многие структуры. Поэтому студент первого курса Виталий Попов, определяясь с выбором будущей профессии, нисколько не сомневался, энергетики в его родном Ленске всегда будут востребованы. Все началось еще с 7 класса, когда мне начала нравиться очень сильно физика. Я хотел пойти на специальность, которая тесно связана с ней. Ну и вот так получилось, что мне очень понравилась профессия электроэнергетика. Адаптироваться к обучению было весьма сложно, но помогла система помощи первокурсникам. Первые появились у нас кураторы. Это учащиеся второго-четвертого курса. Они нам помогали с вопросами учебными. Что, где, как. А дополнительные курсы какие-то образовательные были? Да, по математике были, которые вначале проводился тест, кому не хватало знаний, проводились дополнительные курсы. Такие стремления студентов преподаватели только поддерживают. Для развития научной деятельности есть все необходимое. В энергетическом вузе хорошая материально-техническая база и отличные новые лаборатории. Открывать их помогают предприятия-спонсоры, которые заинтересованы в будущих специалистах. Алена Михалева из Ленска учится на втором курсе Института энергетики. Она на хорошем счету у преподавателей заработала. Она это своим стремлением все вовремя и качественно сдавать. Успевает учиться не только по основной программе, но и активно принимает участие в научно-практической деятельности. В целом обучением довольна. В принципе, абсолютно все. В университете есть оборудование, которое нам помогает узнать нашу специальность ближе. Преподаватели тоже дают как все понятливо, доступно. Этим и нравится. Такие успешные студенты на присмотре у многих предприятий. Но Алена знает, что ей нужно будет вернуться в родной город, чтобы отработать три положенных контракта года. Катастрофы в этом не видит. Наоборот, считает, что получение гарантированного опыта станет в обозримом будущем ее преимуществом. В дальнейшем любая компания предоставляет место работы. Поэтому целевое обучение намного лучше, чем бюджетное или коммерческое. Поступить на бюджетное место можно не только по целевому направлению. При хорошем среднем балле ЕГЭ шанс учиться за счет государства есть у многих абитуриентов. Было бы желание. Электроэнергетика востребована для любой экономики. Хоть для развивающей, хоть для развитой. Потому что такие энергоемкие производства, как металлургия, химическая технология, нефтедобывающая, перерабатывающая промышленность, да и добывающая промышленность, требовали и будут требовать всегда в связи с наращивающимся ростом производства всегда больших количеств прежде всего электрической энергии. Во всех институтах Иркутского технического университета большая ставка сделана на научно-практическую деятельность. Университет сотрудничает с полутора тысячами российских предприятий. Последние являются стратегическими партнерами и спонсорами, которые вкладывают средства в развитие материально-технической базы вузов. Они также становятся и базой для прохождения производственной практики студентов. Производственная практика является неотъемлемой, обязательной частью учебного процесса. Порядка 10,5 тысяч студентов ежегодно разъезжается по промышленным предприятиям из нашего университета. Практика построена таким образом, что первый и второй курс проходят в стенах университета, это учебная практика. Следующие курсы уже на промышленных предприятиях. Верниту работает универсальная стипендиальная программа, благодаря которой уже с первого курса студент может зарабатывать своими знаниями и активной жизненной позицией. Стипендиальная система в университете является многоуровневой. Существует государственная академическая стипендия. Первому курсу полагается всем студентам, поступившим на бюджетную форму обучения. В этом году она составляет порядка 5 тысяч рублей. Одновременно с этим существует государственная социальная стипендия, которая выплачивается малообеспеченным студентам. Социальная стипендия бывает повышенная. Вместе с этим в университете действует система рейтинговых стипендий, когда студенты за свои достижения имеют право претендовать по конкурсу на получение повышенной стипендии. Студенческий городок или кампус, как сейчас принято говорить, состоит из 16 общежитий. В предыдущие годы, около 10 лет назад, количество студентов Иркутского технического университета вполне могло посоперничать с численностью населения небольшого города, такого, как, например, мирные, составляло около 40 тысяч человек. Студенческий городок сегодня представляет собой комплекс зданий с очень развитой инфраструктурой. 17 общежитий, комбинат студенческого питания, магазины, аптеки, кафе, спортивные площадки у каждого общежития, два спортивных комплекса и два стадиона. Есть и церковный приход преподобного Сергия Радонежского. Что касается иногородних студентов, конечно, это наша главная забота, поскольку сейчас мы говорим, ищем таланты. Таланты, как правило, по всей стране, они не концентрируются в городах. В любой деревне всегда есть, значит, те люди, которые вот у нас славу нашего отечественной и науки, и технологии здесь составляют. Действительно, у нас порядка 10 лет назад обучающихся было свыше 30 тысяч студентов. Изменения такие, наверное, связаны в основном с демографической ситуацией в стране в целом, потому что сейчас выпускается школьников, ну, значительно меньшее количество школьников. Вместе с тем, раньше технический университет имел несколько представителей в республике Саха-Якутия, и это позволяло студентам обучаться вблизи своим местом проживания. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет, студентам приходится приезжать в Иркутск. Студенческую жизнь трудно представить без внеурочной деятельности. Спорт, культурные мероприятия, участие в общественной и политической жизни — всё это формирует полноценную личность. Современный студент также может вести свой бизнес, однако обязательно должен стремиться к научной деятельности. В институте для этого есть всё необходимое. Для активной спортивной жизни в университете всё необходимое, но особая гордость — это новый легкоатлетический стадион. Он построен по всем мировым стандартам и вполне может принимать команды олимпийского уровня. В университете работает спортклуб. Университет располагает двумя стадионами, один из которых — олимпийского класса. Если помните, последняя олимпиада в Пекине наши спортсмены проходили тренировки на нашем стадионе. Спортивный клуб университета располагает 18 секций различной спортивной направленности — это и плавание, и доскалолазание. Наши спортсмены регулярно выезжают на соревнования, занимают призовые места. Центр культурно-массовой работы включает в себя 27 творческих коллективов, 4 из которых имеют звание народного. Есть творческие объединения по бокалу, танцам, театральному искусству, команды КВН. Студенты, входящие в состав творческих коллективов, имеют возможность выступать с гастролями по всей стране, а некоторые коллективы регулярно выезжают за границей. Иркутский национальный исследовательский технический университет состоит в списке 100 лучших вузов России. В его состав входят 10 институтов очного обучения, которые предлагают 41 направление подготовки бакалавров и 6 направлений подготовки специалистов. Магистратура работает по 23 направлениям технического, социально-экономического, гуманитарного и художественного профилей. Выбирая Иркутский национальный исследовательский технический университет, абитуриент гарантированно получает качественное образование. При успешной сдаче профильных ЕГЭ любой выпускник школы может рассчитывать на бюджетное место в том или ином вузе. Если ребенок получает целевое направление от предприятия, он может быть зачислен вне конкурса, а по окончании института будет обеспечен трудовым местом. Педагогические кадры являются гордостью нашего университета, особенно в направлениях горного дела, геологии, металлургии. В нашем институте одни из самых высоко квалифицированных и остепененных образовательных программ. Порядка 92% преподавателей, которые обучают наших студентов, имеют степени докторов и кандидатов наук. Наши лаборатории оснащены на сегодняшний день на таком уровне, на котором не всякое предприятие имеет соответствующий уровень оборудования. Поэтому подготовка ведется на современном уровне. И более того, мы сейчас заботимся о том, чтобы этот уровень не только сохранять, но и развивать. Я думаю, что по уровню образования, по комфорту, по интересу наш университет, чем наступает западным университетам. И, собственно говоря, уровень подготовки здесь также сравнимый с лучшими университетами Сибирска, Красноярска, ну и центральных городов. В этой программе мы рассказали лишь о нескольких институтах, в основном технического профиля. Но стоит сказать, что Сибирский государственный университет готовит специалистов и по многим другим направлениям. Поэтому, если вы не определились с местом своей будущей учебы, обратите внимание на этот университет, ведь он имеет большое количество бюджетных мест. Сибирский государственный университет